Ну погоди, мультфильм, овеянный легендами. Чего только о нем не говорили. Что это наш ответ американскому кинематографу. Мол, наши волки-заяц не хуже Тома и Джерри. Твердили, что его создатели были миллионерами, а режиссер разъезжал по Москве на престижной иномарке. Не верите? Ну и правильно. Вокруг Ну погоди всегда было немало слухов и домыслов. Но сегодня мы разберемся, где тут правда, а где выдумка. И поговорим о том, как создавался один из самых популярных отечественных мультиков. И что осталось за кадром. Кто стал прототипом волка и за что Анатолий Попанов обижался на своего персонажа. В каких еще проектах снимались волк и заяц и правда ли, что Ну погоди, едва не вызвал международный скандал. А еще узнаем, стоит ли ждать новых серий. И за что мультфильм, любимый миллионами, пытались убрать с экранов навсегда. Мультфильм Ну погоди появился на свет совершенно случайно. Ежегодно на студии Союзмультфильм составлялись планы работы, в которых была тема «Как научить старших детей не обижать маленьких». Согласно этой теме, в рамках детского мультжурнала «Веселая карусель» в 1969 году на экраны вышел коротенький мультик о хулигане в волке и находчивом зайчике, снятый молодым режиссером Геннадием Сокольским. Идея противостояния «Волка и зайца» понравилась руководству и было решено на ее основе снять полноценный мультфильм, пригласив более опытного режиссера. Работу над сценарием взяли на себя Александр Курлянский, Феликс Камов и Аркадий Хайт. Однако найти режиссера оказалось не так-то просто. Практически все, кто брал в руки сценарий, неодобрительно морщились и отказывались. Единственным, кто проявил интерес, оказался Вячеслав Котеночкин. Режиссером многозначительно изрек. В этом что-то есть. И с его легкой руки на свет появился красочный 10-минутный мультфильм, положивший начало мультсериалу, которому суждено было стать легендой советского кинематографа. Вячеслав Котеночкин вспоминал, что с зайцем никаких проблем не было. Его портрет получился как-то сразу. С голубыми глазками, розовыми щечками и вообще очень положительным. А на озвучивание без проб пригласили Клару Румянову. А вот образ волка долго не удавался. Эскизов было много, да все не то. Но как-то на улице Котеночкин увидел длинноволосого парня с впалой грудью, небольшим брюшком и прилипший к губам папироской, а в руках потрепанная гитара. В те времена такие колоритные личности были едва ли не в каждом дворе. И режиссер понял, вот, именно такими должен быть волк. Пришел домой и набросал портрет будущего мультперсонажа. Между тем у художника-постановщика Светозара Русакова на этот счет есть иная версия. По его словам, типаж волка он встретил еще в 41 году в Новосибирске, где был в эвакуации. Как-то в лютый мороз довелось ему стоять в очереди. И вдруг лезет такая фигура, буквально по головам. Мол, вы эвакуированы. Второй сорт. А я свой. Новосибирский. Значит, мне можно. Русаков произнес. Слушай, джентльмен, куда лезешь без очереди? Реакция была непредсказуемой. Как ты меня назвал? Это я джентльмен? И пошел в рукопашную. Через много лет художник вспомнит типаж хама из очереди и подарит ему новую жизнь. Так что, скорее всего, режиссер и художник объединили свои впечатления. И общими усилиями создали знакомый нам образ серого злодея. А коллеги посмеивались, что Котеночкин привнес в персону волка и кое-что от себя, улавливая в походке и жестах персонажа черты самого режиссера. Ну, Заяц! Ну, погоди! Озвучивать главного мультхулигана СССР Вячеслав Михайлович поначалу предложил Владимиру Высоцкому. Сын режиссера, Алексей Котеночкин, вспоминает, что отец очень любил его творчество и считал, что голос с характерной хреботцой как нельзя лучше подойдет персонажу. Однако худсовет с этим не согласился. Худсовет с мультфильма произнес фразу, что Высоцкий – это одиозная фигура, что будут неприятности, что нам этого не надо, давайте ищите кого-нибудь другого. И тогда на озвучивание пригласили Анатолия Попанова. Тем не менее, без Высоцкого все же не обошлось. В первом и десятом выпуске именно его голосом главные герои насвистывали его же собственное произведение – мелодию песни о друге из фильма «Вертикаль». Кстати, в дальнейшем Высоцкому все-таки удастся озвучить волка. Правда, это будет совсем иной персонаж и совсем в другом мультфильме – «Волшебник изумрудного города». Что касается Попанова, ему было не в новинку говорить за серого хищника. В списке его работ по озвучиванию мультиков было без малого два десятка лесных злодеев. Но лишь после выхода «Ну погоди» его стали называть «Заслуженным волком СССР». И наконец бывают со всем мечты. Лучший мой подарочек – это ты. Правда, актер расстраивался, что в сценарию «Волка» совсем немного реплик. Зато каждую из них он произносил просто потрясающе. А заводная песня «Волка и Зайца», написанная Геннадием Гладковым и Юрием Энтиным специально для мультфильма, стала настоящим символом Нового года. И даже сегодня нередко звучит на новогодних дискотеках. «Ну, Дед Порос! Ну, Дед Порос! Ну, Дед Порос, погоди!» Анатолий Дмитриевич любил импровизировать. Так, в первом выпуске, где его персонаж барахтался в воде, для записи соответствующих звуков ему принесли стакан воды. Папана же попросил целое ведро. Пока записывали дубль, он так старался, что промок до нитки, зато остался доволен работой. Еще есть версия, что именно он предложил спародировать хрущевскую языковую реформу 64-го года, когда в прессе были опубликованы предложения по усовершенствованию русской орфографии. Например, согласно новым правилам, предлагалось писать не «Заяц», а «Заец». По этому поводу шли бурные дискуссии в газетах. А известные в те времена куплетисты Павел Рудаков и Станислав Лавров высмеяли подобное решение в одном из своих выступлений. Ах, снег, снежок, белая метелица, если в зайца вставят «Ец», горе он застрелится. В итоге, с подачи Папанова в мультфильме появился эпизод с вариациями слова «Заяц». И что будет, если произносить его неправильно? Ну, ЗАЕЦ! Когда начинали работу над мультфильмом, на его успех никто особо не надеялся. Но уже после выхода первой серии героевну «Погоди» полюбила вся страна. На студию «Союзмультфильм» пришло несколько мешков писем с просьбой о продолжении. Одно из них, написанное детской рукой, Котеночкин часто вспоминал. Особенно одну его фразу. Прошу делать фильм «Ну, погоди» бесконечно и с продолжением. Так что пришлось снова взяться за работу. Где только не побывали главные герои. В музее и в цирке. На стадионе и в телецентре. В деревне, на круизном лайнере и даже в сказке. На протяжении четверти века «Ну, погоди» демонстрировал приметы советского быта. А его главные герои воплотили два самых характерных социальных типажа. Волк олицетворял дворовую шпану, а заяц – интеллигенцию воспитанных и образованных людей. Победа добра над злом с интересными яркими образами завораживала зрителей и подогревала интерес к проекту. Несмотря на избитую тему вечной погони. К слову, «Ну, погоди» выкупили для показа около 110 стран. При этом наблюдательные зрители умудрялись даже проводить параллели с популярными фильмами и звездами эстрады кино или спорта. Так, например, в девятом выпуске многие сравнивали образ волка с главным героем фильма «Москва слезам не верит». Сцена, где роботы приводят в порядок серого неряху, кое-кому напомнила момент из картины Чарли Чаплина «Новые времена». Кстати, момент, где волк спрыгивает с дизель-молота, похоже, тоже позаимствован у Чаплина. А сам эпизод «Настройки» освежает в памяти комедию Леонида Гайдая «Операция И». Музыкальный коллектив «Дворняги» стал воплощением многочисленных вокально-инструментальных ансамблей, появившихся на эстраде в 70-е годы. Хотя многие усмотрели здесь отсылку к группе «Дорс» или «Битлз». На самом же деле, динамичную песню «У попа была собака» исполнил ансамбль «Оловянные солдатики». Энергичная песенка «А нам все равно» явная отсылка к бриллиантовой руке. Зажигательная танго-кумпарсита волк и заяц исполняют, подражая знаменитым советским фигуристам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. А в образе пышноволосой певицы-лисы сложно не узнать звезду советской эстрады Аллу Кугачеву. Кто же он на самом деле? Птичник или человек? Музыка в мультфильме заслуживает особого внимания. Ведь без нее просто невозможно представить ни один выпуск «Мы погоди». Наряду с творениями советских композиторов, режиссер активно использовал зарубежные хиты. Так, композиция «Водные лыжи» венгерского композитора Тамаша Деака давно стала гимном мультфильма, а зажигательные мелодии после выхода очередной серии зазвучали на танцплощадках по всему Советскому Союзу. Но если музыку режиссер в основном заимствовал у популярных на тот момент представителей советской и зарубежной эстрады, то к постановке танцев зачастую привлекал собственную жену. По словам коллег, сам Котеночкин блестяще танцевал, а его супруга Тамара Вишнева была балериной, и когда на каком-нибудь праздничном вечере они выходили на танцпол, их пара всегда была в центре внимания. Так что многие танцы из «Ну погоди» появились благодаря их тандему. Тамара Петровна приходила на студию и показывала, как должны двигаться герои. Все это записывали на камеру, а затем воспроизводили в мультфильме. Начиная с 1969-го, каждый год на экранах появлялся новый выпуск, а то и два. И к сериалу прочно прикрепился эпитет «Народный». Содержание новых серий бурно обсуждали не только дети, но и взрослые. А на просмотрах стоял такой оглушительный хохот, что на время заглушал звук самого мультфильма. Надо сказать, что создатели не раз пытались распрощаться с «Волком и зайцем», поставив точку в работе над мультиком. Но в итоге уступали многочисленным просьбам зрителей. При этом некоторые поклонники даже присылали свои варианты сценариев и новые идеи для развития сюжета. А главная редакция кинопрограмм центрального телевидения даже заказала небольшой видеоролик с «Волком и зайцем» в качестве заставки для оформления мультипликационных программ. И вскоре, точно так же, как персонажи мультфильма во весь опор неслись к телецентру, ребятня, услышав знакомые звуки заставки, спешила к телеэкранам, точно зная, что сейчас будут показывать мультики. Примечательно, что «Ну погоди», казалось бы, вполне безобидный мультсериал подвергался нападкам критиков. И придирки порой были просто курьезными. Так в 12-м выпуске «Волк», будучи в музее, случайно падал в саркофаг с надписью «Радзес-2». На сдаче фильма кто-то из чиновников заявил, «С Египтом мы сейчас дружим, как бы ни было международного скандала». К счастью, это мнение не поддержали, и резать мультфильм не пришлось. Кроме того, фильм критиковали и даже пытались запретить за пропаганду курения, но в конце концов сошлись на том, что курит-то отрицательный персонаж, и брать с него пример точно не стоит. Впрочем, мультфильм все-таки был под запретом. Когда один из сценаристов, Феликс Камов, подал документы на выезд в Израиль, что в те времена было равносильно предательству Родины. Но погоди, без лишних разговоров закрыли. И не увидела бы публика новых серий, если бы не счастливый случай. Анатолию Попанову присвоили звание народного артиста. И на торжественной церемонии в Кремле тогдашний председатель Президиума Верховного Совета Николай Подгорный спросил у него, почему не выходят новые серии «Ну погоди». Попанов ответил, что кто-то из создателей уехал за границу, поэтому проект закрыли и новых выпусков больше не будет. Подгорный удивился. «Ну кто-то же остался? Нельзя вот так взять и оборвать фильм «Полюбившийся народу». И добавил, между прочим, мне этот мультфильм очень нравится. И моей семье, и моим товарищам тоже». Вернувшись на студию, Попанов рассказал об этом диалоге. И вскоре «Ну погоди» опять запустили в работу. А еще есть версия, что мультфильм был под запретом не только в СССР, но и в Финляндии. Правда причиной была названа жестокость. При этом жестоким финские власти посчитали именно Зайца, а не Волка. «Ну, Заяц, погоди!» Анатолий Попанов как-то сказал, что этот волк изгрыз ему биографию. И даже жаловался на чрезмерную популярность. Мол, стоит только выйти из подъезда, как детвора начинают кричать. «Ну, волк, погоди!» А прохожие оборачиваются. Вот и приходится ходить, пряча лицо в воротник. А на одном из творческих вечеров, где Анатолий Дмитриевич читал публике Достоевского, Гоголя, вдруг один из зрителей в зале встал и попросил. «Товарищ Попанов, пожалуйста, скажите, «Ну, Заяц, погоди!» Чего вам стоит?» После этой просьбы актер долго недоумевал. «Но неужели это лучшее, что я сделал?» «Заяц!» «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу!» «Ну, Заяц, погоди!» Безусловно, в его творческом багаже немало других работ, заслуживших любовь миллионов зрителей. Тем не менее, узнаваемый тембр Попанова наряду с хрустальным голоском Клары Румяновой стал визитной карточкой «Ну, погоди!» И когда в 87-м году Анатолия Дмитриевича не стало, Котеночкин заявил, что 16-й выпуск станет последним. Приглашать кого-то на место Попанова бессмысленно, так как другого «Волка» зритель попросту не примет. «Ну, Заяц, погоди!» И все же в первой половине 90-х под руководством Котеночкина вышло еще два выпуска. 17-й был приурочен к 25-летию мультсериала, а 18-й посвятили памяти Анатолия Попанова. По счастливой случайности на студии сохранились записи голоса Анатолия Дмитриевича, фрагменты озвучивания предыдущих серий, реплики с репетицией и даже анекдоты, рассказанные в перерывах между дублями. Эти записи и вошли в мультфильм, причем после выхода новых серий за них был выплачен гонорар, который вручили вдове Анатолия Попанова. Правда, надо заметить, что в новых выпусках то и дело мелькает реклама спонсоров. Говорят, Котеночкин вынужден был пойти на это, иначе ему не дали бы денег на съемки. Но публика восприняла это по-своему, и новые серии «Ну, погоди!» не смогли повторить успех предыдущих. Ох, Заяц! Ну, погоди! Стоит сказать, что на волне популярности мультсериала стали появляться новые проекты с участием полюбившихся героев. Так, в конце 70-х, «Волк» и «Заяц» засветились в нескольких выпусках киножурнала «Фитиль». В качестве режиссера выступил Вячеслав Котеночкин, художником был Светозар Русаков, сценаристами Александр Курлянский и Аркадий Хайт, а главных героев по традиции озвучивали Анатолий Попанов и Клара Румянова. В начале 80-х на студии «Экран» было снято несколько телевыпусков «Ну, погоди!». Режиссером проекта стал Юрий Бутылин, кстати, автор той самой заставки к программе мультфильмов. Правда, Котеночкин в своих мемуарах и публичных выступлениях давал крайне низкую оценку этим работам. Также были социальные ролики с участием персонажей «Ну, погоди!», которые призывали советских граждан экономить воду и электроэнергию, уважать окружающих и так далее. Правда, дизайн персонажей в этих выпусках отличался от оригинала. Еще легендарные «Волк и Заяц» снимались в рекламе. Немногие знают, что в 1976 году был снят рисованный фильм «Волшебная камера», посвященный пропаганде кинолюбительства и непосредственно рекламе кинокамеры «Кварц». В этом же году герои появились в коротеньком мультике, рекламирующем безналичные расчеты в сберкассах СССР. Фрагменты 11-го выпуска «Ну, погоди!» были использованы в мультфильме «Кто побудет с детьми», посвященном семейным просмотрам фильмов, снятых на 8-мм кинопленку. А в 1994 году Котеночкин задействовал своих персонажей в рекламном ролике «Конфет Джойта». Практически у всей советской ребятни были игрушки в виде волка или зайца, настольные игры, значки и марки с их изображением, жевательная резинка и масса подобных детских мелочей. Особой популярностью пользовалась портативная электронная игра «Ну, погоди!», которая к тому же выполняла функции часов и будильника. А в 2000-х годах появилась целая серия компьютерных игр с участием «Волка и зайца». И, конечно, нельзя не вспомнить диафильмы и книги по мотивам мультсериала. А еще для почитателей «Ну, погоди!» его создатели основали одноименный журнал с красочными картинками и захватывающими историями. Стоит сказать, что поклонники нумизматики также имеют возможность пополнить свою коллекцию портретами героев любимого мультика. К примеру, наши «Волк и заяц» красуются на монете номиналом в 2 доллара, выпущенной монетным двором острова Ниуэ. А в России, специально к 50-летию мультфильма, Центральный банк выпустил в обращение сразу две памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей. Ну, погоди! Как у всякого успешного проекта, у «Ну, погоди!» и его создателей было много завистников. Многие твердили, что идея мультфильма позаимствована у зарубежных коллег. И вообще «Ну, погоди!» это наш социалистический ответ американскому мультсериалу «Том и Джерри». Так вот, это неправда. В первые годы работы над «Ну, погоди!» его создатели даже не слышали про Тома и Джерри. А Вячеслав Котеночкин посмотрел мультфильм про катая мышонка лишь в 87-м году, когда его сын купил видеомагнитофон. Стоит сказать, что «Ну, погоди!» принес режиссеру славу, но не деньги. Тем не менее, многие считали Котеночкина богачом. Его сын вспоминал, что как-то ехал в такси мимо союз мультфильма. И таксист, указывая рукой на роскошную иномарку у подъезда студии, заявил, что это машина Котеночкина. Ну а как же, ведь он миллионер? На самом же деле у режиссера был скромный запорожец. И жил Вячеслав Михайлович исключительно на свою зарплату. В 88-м году создатели «Ну, погоди!» получили государственную премию СССР. А вот что касается финансовых поступлений от проката мультсериала, 90% шло государству, а 10% – госкино. При этом авторский коллектив не получил ни копейки. Когда в конце 90-х Вячеславу Михайловичу потребовалась срочная операция, денег у семьи практически не было. Так что собирали друзья и коллеги, что называется, всем миром. К сожалению, когда нужная сумма, наконец, была найдена, делать операцию было поздно. Целый год Котеночкин был прикован к постели и умер в ноябре 2000 года. Впрочем, с уходом Вячеслава Котеночкина жизнь мультсериала не остановилась. Его дело продолжил сын Алексей, режиссер-мультипликатор и художник-постановщик. Под его началом были сняты 19-й и 20-й выпуски «Ну, погоди!». А в декабре 2017 года в рамках грандиозного квест-шоу «Ну, погоди, поймай звезду» публике была представлена новая новогодняя серия с участием знакомых героев. В конце 2019 года на «Союзмультфильме» объявили о том, что к 50-летию мультсериала планируется запуск новых серий «Ну, погоди!». В публике даже были представлены первые 3D-изображения новых персонажей. Но планы нарушила пандемия коронавирусной инфекции. Так что на данный момент сложно сказать, как скоро появятся на экранах обновленные «Волк и Заяц». И удастся ли перезапустить некогда популярный мультсериал. «Ну, Заяц! Ну, погоди!». «Ну, погоди!» стал настоящей легендой в мире мультипликации. Сколько улыбок и радости подарил людям этот мультфильм. Возможно, поэтому Вячеслав Котеночкин из всех своих званий и наград больше всего ценил орден улыбки, который по традиции вручают дети. Да и что тут скажешь, если даже сегодня увидев эти веселые разноцветные буковки, мы откладываем все дела и спешим к телеэкрану, чтобы на минутку окунуться в детство. И пускай весь мир подождет.